Трансмиссия автомобиля передаёт значительные усилия, поэтому изношенные компоненты существенно снижают комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Карданный вал, являющийся частью трансмиссии автомобиля, используется во многих заднеприводных и полноприводных исполнениях автомобиля. Он передаёт крутящий момент от коробки передач к ведущей оси. Этот компонент работает под большой нагрузкой, поэтому его необходимо проверять при регулярном техническом обслуживании автомобиля. В случае ухудшения состояния карданных шарниров, опор и деталей крепления карданного вала, в трансмиссии возникает вибрация. Вибрация может возрастать при разгоне. В данном видеоролике мы показываем, как заменяется карданный вал на автомобиле Mercedes-Benz Vita с использованием инновационного карданного вала Febi, состоящего из трёх частей. Процесс замены начинается с отсоединения оригинального неразъёмного карданного вала от коробки передач и задней оси. Затем необходимо отсоединить промежуточные опоры от кузова автомобиля, отвернув соответствующие болты. После этого карданный вал в сборе можно снять с автомобиля для последующей проверки. Ассортимент Febi включает новые карданные валы в сборе, что позволяет выполнить комплексную замену вместо восстановления и тем самым сократить время простоя автомобиля в ремонте. Оригинальный карданный вал, показанный в данном видеоролике, не имеет восстанавливаемых деталей, поэтому не подлежит ремонту. Решение Febi заключается в том, чтобы разделить этот длинный карданный вал для рассматриваемого автомобиля на три отдельные части, которые можно легко хранить и перевозить в небольшой упаковке, включая заменяемые карданные шарниры. Карданный вал легко собрать, следуя инструкциям документа, входящего в комплект поставки. Секции карданного вала предварительно сбалансированы, поэтому их нужно только правильно совместить и установить. Собранный новый карданный вал устанавливают на автомобиль. Для этого необходимо выровнять его относительно привалочных поверхностей фланцев коробки передач и привода задней оси, а также убедиться, что промежуточные опоры правильно зафиксированы в посадочных местах, после чего затянуть все болты моментом согласно предписаниям производителя автомобиля. После установки нового карданного вала следует проверить его вращение и положение, а затем выполнить пробную поездку, чтобы убедиться в надлежащей работе трансмиссии автомобиля и, следовательно, в обеспечении комфорта и безопасности водителя и пассажиров. Продолжение следует...